Слава Богу, братья и сестры! Будем начинать наше служение сегодня. И мы, я думаю, что каждый, знаете, бывает у каждого испытания, что нам так тяжело бывает все-таки вырваться, а потом уже, когда пришли и побыли на собрание, о, как хорошо, что мы все-таки сделали усилия над собою, и все-таки были в собрании, все-таки молились, пели, и так хорошо чувствуется в душе, потому что все-таки мы победили суету, победили все препятствия и пришли на место, где прославляется Господь. Евреям 10 глава с 35 стиха. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью, исполнив волю Божью, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет, и не умедлит. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя, мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Слава Богу! Здесь Слово Божие, оно говорит, чтобы мы с вами не оставляли упования, чтобы все-таки держались крепко за руку Божью. И здесь говорится, вот это упование, которому предстоит великое воздаяние. Я так понимаю, что мы все равно, да, мы служим Господу, мы стараемся ходить перед лицом Его. Конечно, я думаю, что мы далеки от того, что вот только за награду какую-то или только... Хотя это тоже очень хорошо, очень правильно. Но помните, как написано в Слове Божьем, что Господь, Он хочет нас. Он даже, даже Ему наше не нужно, да, чтобы мы могли Ему предложить, чтобы мы могли Ему рассказать. Вот, какие-то... Поэтому Он говорит, послушание, оно лучше жертвы. Послушание лучше жертвы, когда послушный человек, когда он ходит перед лицом Божьим. Это драгоценнее, нежели даже, что он может предложить или что-то пожертвовать. Он говорит, что послушание очень важно. Так вот, здесь говорится, что вот этому упованию предстоит великое воздаяние. И дальше Он говорит, что терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. В другом месте написано, что терпением вашим спасайте души ваши. Настолько оно важно. Настолько сегодня, знаете, мир, который просто в мире дефицит терпения. Друг друга просто не могут перенести. Просто не могут. Они друг с другом, люди, вы знаете, пытаются все, отгораживаются друг от друга. И никакого общения. Каждый говорит, у меня есть свое. У меня есть своя прапорти, у меня есть своя комната, у меня есть свое. Вот, и так далее. То есть, подальше отгородиться от людей. Но Слово Божие, оно по-другому говорит. Если мы сегодня в Церкви Божией, то, говорит, в Церкви есть какие-то такие взаимоскрепляющие связи. То есть, это получается, как в одной семье. В одной семье братья, сестры. Конечно, может быть, кто-то по-разному бывает. Но я говорю за хорошую семью. В хорошей семье братья и сестры, они дорожат друг другом. Они просто друг за другом горой, потому что, ну, они очень важны. Это близкие люди. Вот, и поэтому, так и в Церкви, есть такие взаимоскрепляющие такие вот связи. И говорит, это очень драгоценно, когда мы заботимся, заботимся друг о друге. Здесь в Слове Божьем встречаем, даже, говорит, вы должны утешать друг друга. Утешать друг друга этими словами, потому что, говорит, и тем более, чем более усматриваете приближение дня Онова. И вот Слово Божие, говорит, еще немного, очень немного, и грядущий придет, и неумедлит. Да дал бы нам Господь сегодня, чтобы мы были в числе тех ожидающих, ожидающих, ожидающих. И помните, за Симеона, за старца написано, он, говорит, ожидал, ожидал Господа. Он, конечно, ему было обещано, что ты не умрешь, пока вот этого младенца не увидишь. И так получилось, он увидел и говорит, уже все, Господи, уже пойду я домой, потому что видели мои глаза. Видели, вот это, он благословил этого младенца, потому что он уже знал, он не пропустил этого момента, он был очень довольный. Хотя по преданию, по преданию, ну, это такая, предание, это не то, что Писание, а вообще история говорит о том, что Симеон прожил, ну, в то время уже люди столько не жили. Он прожил очень такую, более длинную жизнь, пока дождался, пока дождался, но Господь его укрепил. Пока дождался, Господь дал ему силы, и он увидел. И поэтому еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Пускай Бог благословит сегодня нас всех, потому что, я уверен, будет говорить к нашим сердцам, будет говорить, чтобы нам быть внимательными. Чтобы мы не брата слушали, а слушайте самого Господа. Я уверен, потому что, порой, если мы только на человека будем взирать, то мы можем оценивать, оценивать, может быть, его внешний вид, или оценивать, как он сказал, как что, и пропустим главное, пропустим главное, что Господь сегодня мне хочет сказать. Поэтому будем внимательны, и давайте мы встанем на ноги, и попросим Божьего благословения сегодня. Слава Богу, братья и сестры. Слава Богу, что мы на этом месте. Работа дьявола, чтобы разрушить церковь, работа дьявола, чтобы не было проповедников, чтобы не было слышно было Господнее Слово. Один человек думает, размышлял так, вот Господи, был верующий человек, говорит, вот я опустился на самое дно греха, уже дальше некуда, что мне делать? Господь проговорил к нему, чем больше ты опускался на дно греха, тем больше удлинялся твой корень, ты искал и искал. Он говорит, что я искал? Он говорит, вспомни ту притчу о сеятеле, сеял и сеятеле, одно семя упало на каменистую почву, и как корень был неглубок, как зашло солнце, оно вскоре завяло и усохло. А ты, как опустился на дно греха, ты искал и искал, и вот и нашел. Я прочитаю 1 Петра 1,16. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И второе место прочитаю 1 Иоанна, 1,8. Если говорим, что нет греха, обманываем сами себя, и истины нет в нас. Как же так может, братья и сестры? Господь говорит, будьте святы, потому что я свят. А в другом месте Дух Святой проговорил через апостола Иоанна. Если нет у вас греха, говорите, что нет у вас греха, обманывайте сами себя. Как так может быть? А может, братья и сестры, так быть? Потому что человек состоит из Духа, из плоти Духа и Души. Будьте святы, потому что я свят. Бог есть Бог, Бог есть Дух, а Дух Святой. А что такое вы имеете в себе грех? А грех – это плоть наша. Написано, что исполняйте дела Духа, а не будете исполнять в ожделении плоти. Дела плоти известны. Какие дела Духа? Дела Духа же есть любовь, радость, мир, долголетерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Сатана не хотел, чтобы я стал на этом месте перед вами, братья и сестры. Во-вторых, всячески пытался меня сбить с этого пути, чтобы он не стоял перед вами. Но Господь явил свою милость ко мне. И мне дали даже первое место в собрании, чтобы он не начинал, а первым проповедовал. Слава Богу. Есть такая песенка, братья и сестры. Когда в море бушует волна, ветер рвет твои паруса, и бессмысленна стала борьба с пой тогда. И когда мы начинаем петь, у нас начинаются проблемы, у нас начинается недоверие Богу. А какое это недоверие Богу? Это самый страшный грех, недоверие Богу. Это самое сильное оружие дьявола. Иисус говорит, по причине вашего неверия, я не мог сотворить многих чудес. А как это недоверие Богу? Мы начинаем петь, и бессмысленно стала борьба с пой тогда. Мы начинаем петь, Иисус, ты моя скала. И когда мы видим эту скалу, у нас начинается сомнение. Мы уже разобьемся об эту скалу. Ученики, когда плыли на лодке и увидели Иисуса, идущего по морю, они что сделали? Они не обрадовались, они вскричали. Это призрак. Это недоверие Богу, братья и сестры. Кого мы сегодня увидим перед собой? Призрака или Иисуса Христа? Доверяем ли мы сегодня Богу? Считали такую причину, когда ученики плыли по морю, Иисус был с ними в лодке, и вот он заснул. А такая причина еще есть про блудного сына. Блудный сын говорит, отцу, отдай мне мое умение, и я пойду в другую страну, там буду жить сам, как хочу. И вот он пошел в эту страну. А сердце отца было с ним. И вот он плыл в этой лодке, и началась буря. И он начал взывать Богу, Господи, помоги мне. Смотрит Иисус спит на корме. И говорит, Господи, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Почему ты спишь? А Иисус говорит, я сплю, потому что я устал. Я столько ждал тебя, я столько звал тебя. Ты все занимался своими пустыми делами. Я устал, я уснул. Но я все равно хоть и спал, но я был с тобою. Иисус стал, запретил волнам, и море утихло, и все стало хорошо. Братья и сестры, я радуюсь, что я так проповедую. Потому что если я вышел и начал говорить так чинно и четко все, то другие могли подумать, мы не будем проповедовать. То, что Алексей сидел, сидел, вышел и так начал все чинно и четко проповедовать, мы так не сможем. А это вам повод, братья и сестры, что вы можете выходить, рассказывать стихи, петь песни, проповедовать, чтобы вы не боялись. Потому что посмотрите на меня. Я самый боязливый человек в мире был, наверное. Я всего боялся. Но Господь так повел, что я на этом месте перед вами стою. Слава Богу. Меня попросили, чтобы рассказал мне немножко Слово Божие и сказал стих. Стиха я не приготовил, но я хочу сказать немножко про мои часы. Это такая маленькая притча. Я пошел в магазин, мне понравились часы, я их купил. Я пошел на работу, работал, смотрел на часы, пошел на ланч по часам. Ну, когда я пошел на ланч, я на ланч пробыл, по моим часам, пробыл на ланч час. А когда я пришел отбивать время, я пробыл час и 21 минуту. Думаю, что это за часы? Я опоздал на целых 21 минуту. Потом эти часы еще подводили меня. И сегодня, когда я собирался на собрание, я взглянул на часы. Мама спешит, говорит, быстрее собирайся. Я говорю, почему? Только без 15,6. Она говорит, собирайся. Я говорю, ну, посмотри на часы, без 15,6. Она говорит, уже 35 минут седьмого. А я пошел, посмотрел, действительно, 35 минут седьмого. На моих часах было только без 15,6. Думаю, опять меня подвели. И тогда Господь проговорил мое сердце. Он говорит, я пошел в магазин, хотел... Это не сегодня было. Я пошел в магазин и хотел сдать эти часы, чтобы мне дали другие часы. Господь работал, работал и проговорил мое сердце. Говорит, почему ты купил эти часы? Я говорю, потому что они мне понравились. А почему ты хочешь их сдать? Потому что они подводят меня. А как они тебя подводят? Что они показывают? Я говорю, время показывают. А почему? Я говорю, они подвели, они остановились. Они показывают время, но они остановились. А Господь говорит, это настало время тебе остановиться в твоих делах. Слава Богу. И Господь говорит, то, что ты хотел их издать, это ты такой друг, они тебе понравились. Это как крест в жизни. Когда человек идет, избирает, что такое крест? Это когда человек избирает, что-то избирает в своей жизни. Мы избрали идти путь за Христом. Это мы избрали свой крест. Но когда мы не следуем за Христом, мы оставляем свой крест. Я немножко волнуюсь, я не могу сосредоточиться четко и сказать все свои мысли, так как мне Господь говорил, ну, слава Богу из-за этого. Братья и сестры, давайте помолиться Богу, чтобы Бог укрепил нашу веру, чтобы Бог помог нам служить Богу от чистого сердца, чтобы Бог сделал наши сердца искренними, чистыми, чтобы не было никакого лукавства, чтобы наши сердца были готовы к встрече с Господом, чтобы мы могли слышать голос Его, чтобы у нас... чтобы мы не были, как медь звеняющая, как медь звучащая, чтобы мы действительно полюбили Господа от всего сердца. Слава Богу. Аминь. Братья и сестры, давайте вместе скажем слава Господу. До сего места помог нам всем Господь и дал нам вот эту чудесную возможность быть собранным во имя Его на этом месте. Я хочу немножко с вами порассуждать над Писанием, но я буду больше так читать из Старого Завета, и мы немножко посмотрим на жизнь некоторых людей и попробуем взять нечто полезное для себя из жизни этих людей. Я прочитаю нам всем хорошо известное место. Это будет из первой книги царств, из девятой главы и несколько стихов. Но вначале я вам напомню историю, которая стучила в народе израильском. Было время, когда народами израильским управляли судьи, и вот последний судья большой был Самуил, когда Господь сильно действовал через него. Но когда он уже вошел в возраст, и вот он поставил сыновей своих, и сыновья начали тоже судить народ израильский. Но написано в Библии, что они не делали так, как делал их отец. И вот люди посмотрели на эти дела и говорят, твои сыновья не такие, как ты. И вот в результате этого им пришло так на разум людям, и они решили просить Самуила поставленным царя. Он их просил, ну, увещевал, что Господь царствует вами. Нет поставленным царя, мы хочем быть, как и прочие люди. И Господь сказал Самуилу, сделай так. И вот я прочитаю место, когда Самуил уже получил откровение от Господа, и тут написано в 15 стихе 9 главы, такие слова. «А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саула и сказал, «Завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминова, и ты помашь его правителей народу моему Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян, ибо я презрел на народ мой, так как вопривод достиг меня». «Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему, «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». Вот такая краткая история. Но чтобы исполнить все это, что Господь допустил? Он сделал так, ну, простую историю. Написано, что в Киса, отца Саула пропали ослицы. И чтобы исполнить это все, ну, хороший сын начал искать этих ослиц, он не смог их найти, и вот далеко-далеко зашел, и попал к городу, где находился, как говорили в те времена, провидец Самуил. И когда он вошел туда, Господь, как я говорил, открыл Самуилу, что завтра в это время приведут сюда человека. И вот когда он увидел этого человека, он увидел, что это хороший, ну, красивый такой человек, высокий, и там в другом месте написано, когда он встал среди народа, был высоким ростом, выше всего народа, на целую голову, да, получается, высокий человек. Но это еще не все. Ну, от природы очень одаренный человек. И вот, когда на другой день Самуил говорит такие слова в 10-й главе из 1-го стиха. И взял Самуил сосуд с Елеем, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал, «Вот Господь помазывает тебя у правителей наследия моего. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахилии на пределах Вениаминовых, в целом Цахе, и они скажут тебе, нашлись ослицы, которых ты ходил искать. И вот отец твой забыл об ослицах, беспокоится о вас, говоря, что сыном моим. И пойдешь оттуда далее, придешь к Дубраве-Фаворской, и встретят тебя там три человека, идущие к Богу в Эфиль. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь их из рук. Их, после того, ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимлянский, и когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтырь, и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господен, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобой, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. И ты пойди прежде меня в Голгал, куда я приду, и куда я приду к тебе, для приносения всесожжений и мирных жертв. Семь дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать. Как скоро Саул обратился, чтобы идти к Самуилу, Бог дал ему иное сердце, и сбыли все те знамения в тот же день. Братья и сестры, вот такая история, которую я напомнил нам. И вот давайте мы немножко порассуждаем о Сауле. Кто такой был Саул? Молодой человек, как я уже говорил, необыкновенно высокого роста, красивого лица, сильный, ловкий, ответственный человек. И вот, когда он встретился с Самуилом, то когда Самуил посмотрел на Саула, то сказал, кому принадлежит все это вожделение в Израиле? Что говорит Саул? Кто такие я? Он смиренный человек, оказывается, в данном случае. Говорит, я, мое колено, в Израиле есть самые меньшие, я небольшой человек, не мнит о себе очень высокого, понимаете, братья и сестры. И вот Господь увидел этого человека и избрал его на царя. И говорит, вот такие знамения сбудутся над тобой. И мы видим, что Бог дал сердце и ноя Самуилу в тот момент, когда он все это переживает, да, и написано, что дополнение всего, когда он пришел в тот город, где был охранный отряд филистимлян, да, и когда он вошел в сон пророков, что сделал с человеком? Он переменился, он исполнился Духом Святым, он молился, смирялся, пред Богом торжествовал и иное сердце наполнено радостью, он идет с этого места. Но когда он пришел в дом, то написано, дядя Саула встретил его, спрашивал, где вы были? Говорит, искали ослиз и зашли к прозорницу. А что он тебе сказал? Ну, человек старший, мудрый, думает, что ты, может, сказал для Саула прозорный лес? Он говорит, он сказал, что нашлись ослицы, а остальное, что сказал, он сокрыл. Почему? Потому, я понимаю, что он в тот момент не мыслит очень много о себе, да? Он унижался. А как написано в Новом Завете, да? Кто унижает себя, тот будет возвышен, да? И вот получается, когда человек унижается, да, смиряется пред Господом, Бог его возвышает. И слушаем продолжение истории, да, когда уже Саула, Самуил собрал народ, он говорит, давайте, ну, найдем царя, Бог укажет царя. И Бог указал конкретно Саула, а его не оказалось. Где же Саула? Его начали искать. Нету Саула. Он пропал, да? Все знают, что он был, и что? Бог открывает. Он спрятался в обозе. Видите, ну, может, мы какую-то мысль, допустим, ну, Самуил-то знал, что Саул, почему же такой, ну, все по коленам, по племенам, по семействам, и назван имен на человек, да? Еще, вы помните, одна история была, так же самая, когда-то Ахана Бог открыл, тоже так похоже было оказано, да? Но в данном случае тоже говорится так, что указан был Саул, а как пришлось, его нету. Но Бог открыл, что он в обозе спрятался, и тогда, ну, пошли его, нашли и привели, и он стал пред народом. Высокий человек, красивый, и все возралили, даже ее царь, да? Люди воскликнули, да, добились своего, ох, как приятно, ну, сейчас уже царь наш будет управлять нами, уже будет все хорошо. если вы помните, когда Бог давал закон через Моисея, он говорил такие слова, что когда ты изберешь себе царя, то что царь должен делать? Он должен взять свиток и выписать слова закона, и исполнять их, читать, исполнять, в жизни предварять, да, получается. А здесь, ну, я вижу, Саул побыл, да, пережил такое духовное возрождение среди пророков, ну, смирился, так хорошо, да, первые стадии, да, его молодости, там еще не говорится, сколько у них детей было, значит, молодой человек. И что дальше делается? Вот посмотрите историю, продолжение. Он, Самуил, сказал ему, «Ты жди меня семь дней, и что дальше будет? А дальше я приду, и что Господь тебе откроет, я скажу». И вот мы немножко так проходим, да, одна история. Саул увидел, что он уже набрался сил, уже храбрые люди, которых коснулся Господь, пошли с ним, и вот он взял и напал на охранный отряд филистимлян и разбил их. И что делается? Филистимляне, ну, пошли войною на Израиля. И вот, когда филистимлян был охранный отряд, тогда их было немного, а когда пришло множество войска, и когда Саул посмотрел на это, все, что делается, о, задрожало сердце у Саула, задрожало, он испугался, ждет день, людей было не так уж много, а до вечера стало меньше, ждет другой людей, еще меньше. И так семь дней, и вот седьмой день, он смотрит, у него где-то шестьсот человек осталось, да? Испугался Саул, да, и начал, что же делать? Самуил не приходит, люди разбегаются, и давай делать то, что ему не было положено, то, что он не должен был сделать, он должен был дождаться Самуила, и тогда Господь открыл бы, что делать. И когда он закончил жертвоприношение, вознес жертву, да, и приходит Самуил. И говорит, что ты сделал, да? Он говорит, я испугался, народ разбегается, фелиселян много, а ты не приходишь. Он что делает? Говорит, что Самуил виноват, это его беде. А если так посмотреть, ну, он же сам назвал на себя вот эту беду, почувствовал силу, победил небольшой отряд, а вот сейчас, когда большая война, надо было уже как бы укрепиться, дождаться, но не смог, человек есть человек. И вот там в этой ситуации получается так нелегко, да? И что Самуил сказал ему? Если бы ты был верный, да, я так своими словами говорю, то Господь утвердил бы царство твое, да? А так, ну, как ты не дождался, не казался твердый, то Господь поищет себе другого человека. Опечалился Саул, да? Сильно ему было это неприятно, но все равно он схватил Самуила и попросил, ну уж, помоги, поблагослови и так дальше. Ну, Господь даровал победу, да, в этой битве. Через Янафана прошла большая победа. Но уже результат был данный, да? Оказался Саул что-то не так. Вначале он был так смиренный, так, ну, такой покладистый человек. Вы помните, когда он оказывал помощь, когда Бог действовал через Саула, когда он увидел, что беда в израильском народе и овисе, в городе и овисе, да? Он сказал, то, то, то сделайте, и Господь начал делать через него. Люди увидели, да, царь, сильный царь. А вот здесь люди еще ничего не видят, а уже Господь начал свою работу делать. Уже он увидел, что Саул возвысился, понимаете? Уже Саул возвысился, уже Саулу понравилось царствовать, а вот поцарствовал, да чуть-чуть не так, как надо, и вот в результате пошло падение. Дальше прошло это поражение, ну, поражение было для филистимлян, а победа для Израиля, но вот Господь говорит, я вспомнил, что сделал Амали, когда народ израильский выходил из Египта. Вот иди порази, и что? Саул идет, берет в поиск, и идет поражать. Я думаю, мы все хорошо эту историю знаем, и вот когда он пришел туда, то он поразил все маловажные дела, все маловажные вещи, а вот хороших овец, козлов, и валов, и так дальше, он сохранил, золото, все ценные, он тоже сохранил, и вот когда встречается он опять Самуилом, он говорит, я все сделал по слову твоему, а Самуил говорит, что за влияние овец в моих ушах, и так дальше, сразу говорит, народ, не я, а народ пощадил для жертвоприношения Богу твоему, оу, как страшно, да, звучит, вроде бы, ну, как со стороны посмотреть, вроде бы, ну, то ж пощадить Бог хочет, а уже говорит, не Богу моему, а Богу твоему, я тут ни при чем, это народ все сделал, а я исполнил волю Божью, и Господь говорит ему вот такие слова, неужели всесожжение жертвы столько же приятен Господу, как послушание голосу Господа, послушание лучше жертвы, и повинение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, как и волшебство, и противление то же, что и долопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем, братья и сестры, приговор, конец, да, как страшно, но что тело Исаул, он, там, я пропускаю немножко, и в конце он хватается мыло и говорит, почти меня пред народом, то не страшно, что Господь отверг меня, чтоб я не был царем, но ты почти меня пред народом, мне же надо почтение народе, да, и схватил за край одежды, написано, и оторвал, и что Господь говорит дальше, через Самуила, говорит, за то, что ты сделал так, царство будет оторвано, ближнему твоему, но он возвратился, почтил его пред народом, и еще долгое время Саул был на царстве, но в то же время Самуил, написано, уже не встречался с ним, но печалился о Сауле, начало было такое хорошее, такое благословенное, да, так сильно Господь действовал, а вот в результате пошло падение человека, да, возвысило сердце и унизил Господь, братья и сестры, это для нас ну пример, да, мы можем взять пример как бы из этого человека, посмотря на его жизнь, да, благословенную жизнь вначале, а потом так бесследно так пошла к низу, да, начал гоняться за Давидом, начал делать такие бесславные дела, и в результате Господь предал его на убиение, да, когда он видел уже ну, война стояла на пороге, когда филисимляне были, он искал Бога, Бог ему не отвечал, да, он начал к волшебнице обращаться, а вот я еще одного человека, тоже царя вспоминаю, написано Ахав, Ахав, да, такой был израильский царь, написано про него, что он делал все очень нехорошо, это про него написано в третьей книге царств, и некоторые истории я напомню, да, вы помните пророка Илью, да, пророк Илья, это было в то же самое время, когда Ахав правил Израилем, да, и он сказал, что не будет дождя долгое время, почему, потому что было большое безобразие Израиля, и когда он сделал вот это, да, написано, что он пророк извините, не пророк, царь искал пророка, но не мог найти, до времени, пока Господь не повелел ему открыться для царя, а после этого всего, когда Бог так, ну, явно ответил, да, когда были убиты пророки Ваала, да, служители все эти, он что? Он рассказал своей жене Изавели, она сказала, Илья будет убит тоже, и в результате Илья убегает, а они дальше, получается, после этого всего, что случилось, не смирились, и вот там написано, что был виноградник, который понравился для этого же царя, да, он тоже решил его захватить, и он не смог по-хорошему договориться, жена говорит, что ты за царь, что за царство в твоей руке, вот сейчас я сделаю, иди отдыхай, как бы, другими словами сказать, оставайся спокоен, я тебе доставлю то, что ты желаешь, и что написано, каким образом? Были созданы, созданы собрания, поставлены двое негодных людей, которые свидетельствовали против хорошего человека, в результате этих лживых свидетельств человек был убит, и что? Царь Ахаз, Ахав пришел на царство, да, ну, скажем на царство, захватить свое наследство, как бы сказать, виноградник, он пришел, и в тот момент приходит пророк, и говорит, что он сказал, он очень, очень страшно ему сказал, я прочитаю сейчас, так говорит Господь, вот я наведу на тебя беды, и вымету за тобой, и истреблю Ахава, мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле, и поступлю с домом твоим, так как поступил я с домом Иераваама, сына Наватова, и с домом Вааса, сына Ахина, за оскорбление, которым ты раздражал меня и вел Израиля в грех, так же и о Язавели, сказал Господь, псы съедят Язавель за свиной Израиля, кто умрет в Ахаза в городе, у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные, не было еще того, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное предачами Господа, и к чему по душе, щала его жена, его Язавель, он поступал весь магнусно, последуя идолам, как делали Амареи, которых Господь прогнал от лица сына Израиля. И что дальше? Выслушав все слова эти, Ахау разодрал одежды свои, и постился, и спал во вретич, и ходил печально. И было слово Господне Килию, фесвитянину, и сказал Господь, видишь, как смирился предо мной Ахав? За то, что он смирился предо мной, я не наведу бед в его дни, в одни сына его наведу беды на дом его. Вот такая история. Как бы посмотреть нашим человечеством глазами, какая-то несправедливость, да? Человек действовал так, ну, яростно делал непотребство, да? А вот в результате, когда он услышал Слово Божие, когда был вынесен пригорь, что написано? Смирился Ахав, постился, спал в ретище, плакал, да? И Господь обратил внимание. Вы знаете, в одном месте, там пришето где-то написано, что бывает, что во время казни бывает помилован злодей, там написано, да? Вот так же вот здесь получается. Когда был вынесен приговор, да? Для Ахава, да? Он смирился, и Господь отменил. Это бедство, говорит, в одни сына его наведу. Но что же? То, что он сделал, оно не было так просто оставлено, да? Вот посмотрите на Саула. Я возвращаюсь назад к Саулу. Написано, что кончина его была в войне, да? Господь допустил войну. Когда войско уж... Когда он был изранен стрелками, написано, там другие места объясняют это место. Он что, поставил копье, или меча, бросился на него, но... Ну, как бы по нашему, самоубийство получилось, да? Но он не умер. Тяжело страдая, он попросил другого человека, чтобы тот его добил, и вот такой бесславный конец. Вот так же посмотрите на Ахава, да? Прошел на небе совет, написано, да? И вот по этому совету он пошел войной на Ромов Галаадский. Но, как говорит человеческая мудрость или хитрость царская у него работала, он думает, все-таки у меня много было неприятно с этим царем, я переоденусь, я спрячусь, да? Среди воинов у меня не будет видно, да? Но что получилось? Написано, что один человек случайно натянул тетиву, да? Стрелу и был поражен царь Ахау. И написано, стой на колеснице, до вечера он умер. И Слово Божие сбылось, да? До конца в жизни этого человека. Смирился, Господь не навел беды, но все равно, за то, что вела жизнь такую нехорошую, в войне, так бесславно, как бы погиб, и до вечера было объявлено. Каждый дитя в свой дом, закончилась как бы война, ну, проигрышем, ну, царя Ахау не стало, и все проблемы ушли, как бы получилось, да? Еще одно место мне, еще один царь мне стоит, тоже я хочу напомнить, да? Это царь Давид. Вот посмотрите, от его юности там, мы все его знаем, что он был храбрый, молодой человек, любящий Господа, и сильный физически, и поющий, и играющий музыкант, да? Но сердцем очень смиренный перед Господом. И вот, когда он уже был царем, у него не всегда было все гладко, у него были и много плохих дел, ну, когда он согрешал, но что он делал? Он умел смиряться, он плакал, он каялся, и Господь прощал ему, мне кажется, если бы Саул обратился, как Давид, после своего грехопадения, то Господь отвел бы беду от него. Вот посмотрите на Ахава, да? Написано, что когда он надел вретище, плакал и рыдал пред Господом, да? Господь обратил внимание. То же самое, наверное, сделал бы и Саулом. Но почему-то человек выбрал сам волю свою. Он хотел почета перед людьми. Его меньше волновало, как Господь уже там действует. Он решил утвердить свое царство. Ну, в результате вот так получилось, что он ушел, и все сыны вяз с ним. И царство от него просто записано, что был царем, а дальше было желание, чтобы его дети были царями. А вот за Давида говорится, что он так жил. Вы помните, когда в последние дни он сделал перепись, да? И вот когда была сделана перепись, написано, что дрогнуло сердце у Давида. Он увидел, что неправильно сделал. И что он начал просить Господа, Господи, не знаю, что делать, но лучше упасть в руки Господа. И когда Господь навел каст, то, что определил, лил на Израиль, три дня была моровая язва на роде, да? И когда он это увидел, он сказал, Господи, что же эти овцы? Они невиновны. Это моя вина. Да будет это все на мне, на моем доме, на доме моего отца. Ну, пускай же овцы будут, ну, не наказаны. Он смирялся. Он видел свою неправоту. Он каялся, да? И что? В результате мы видим, что Господь сказал, что этот человек, это муж по сердцу моему, да? Получается, он сделал так, что дал обещание, что дети твои будут царями, и в семье твоем будет благословение. Даже в будущем Христос произошел от этого человека, получается, да? В семени. Давида, получается, он пришел на землю. Вот, братья и сестры, я привел несколько примеров из Священного Писания. Вот три человека, да? Пред нами стоит. Я вас, братья и сестры, ну, направляю. Давайте мы будем делать, как Давид, да? Если даже что-то у нас не так, чтобы мы могли смириться пред Господом, просить прощения. Вот видите, даже Агау, когда смирился, то Господу было приятно. А если мы ожесточим свое сердце, то получится, как у Саула, да? Отвергнут будет. Так же само в жизни нашей. Если мы будем, ну, ходить очень напыщенно, если мы будем желать что-то такое, и что Господу не угодно, Господь просто отвергнет. На другом месте написано, что Он помышляет, как бы не отвергнуть и отверженного. Отверженного. Господь нас всех любит. И Он ждет, чтобы мы правильно поступали в жизни нашей. Мы, живя на земле, будем стремиться для того, чтобы Господь прославлялся в жизни нашей. Давайте помолимся, попросим Его властвовании на дальше. Скажем слава Богу, я прочитаю до места Божия Слова. Это записано Ивану Луки, 18 глава. И я прочитаю с 7 стежка такие слова. Бог линь защитить избраних своих, вопиющих нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Это Христос задает такой вопрос. И дальше он говорит, еще один вопрос задает он. Сказываю вам, что подаст защиту вскоре. Он отвечает и говорит дальше, но Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Вот такое Мисце Божия Слова прочитал Иисус Христос, рассказывал причту, и одноразово он задает такой вопрос, и каже, Бог ли не защитить избраних своих, вопиющих нему день и ночь, хотя медлит защищать их. И часто мы думаем, Бог может не сохранить избраних своих, вопиющих нему день и ночь. Но говорит, Господь дает ответ, и говорит, скажу вам, что подаст им защиту вскоре. Но дальше он дает такой вопрос, каждый из наших сегодня подумал над этим вопросом. И я над этим вопросом хотел бы подумать, но Син человеческий прийдет на дотлі веру на земле. Иисус Христос, мы знаем, что Он скоро прийдет второй раз на эту землю. Вот первый раз Он уже приходил в маленьком теле, народился в Идееве Марии, возрис благодатия, помер по Писанию, жив по Писанию, воскрес по Писанию, и по Писанию вознесся, и мы знаем, что Он снова по Писанию придет в второй раз, но уже не померет, но придет за церковью своей. Но Иисус Христос говорит, Син человеческий про себя говорит, придя ли на землю, знайдя ли веру на земле. Вот такой вопрос задает Иисус к каждому из нас. Вин кожному из нас задает такой вопрос, знайде Христос веру, чи не Найде на этой земле. Христос может найти много церков, много реликий, но вера в Иисуса Христа это не просто вера. Она не есть что-то такое, не передается от бабушки, вера не берется где-то, может, в магазине, но вера приходит от Слова Господнего. Когда мы читаем и слушаем Божье Слово, появляется вера. Мы та и верой живем, и та вера движет нас в небеса. Мы верой живем не видением, не чим из-за другого, но мы живем верою. Праведник живет верою, не каким-либоem видением, не пророчеством, но праведник живет верою, это Божьим Словом, верою в Иисуса Христа, и спасает только Иисус Христос. Спасает не веро, не пророчество, не церковь, но спасает один только Иисус Христос, Слава нашему Господу. И Христос задает вопрос, хороший вопрос, и сильный вопрос, я прийду в друга на землю, Знайду я виру на земле Как нам повестися Как нам жить, чтобы Сберегать свою виру Написано, писание говорит Апостол Павел говорит Я свой биг закинчив И виру сберег Не просто жив вирую Не просто жив правильно Но виру свою сберег До конца Можно поверить, можно жить вирую То есть жить Иисусом Христом Поступать, мать какие-то Певные дела виру Но Писание говорит Виру можно не сберегать до конца Но апостол Павел говорит Я свою виру сберег И мне готовится в них справедливости Мы слышали за Димаса Багато раз было сказано Димас говорит, остави меня Полюбил нынешний век Виру свою не сберег А Иисус Христос нас застерягає Что я прийду за церковью своєю И я хочу забрати тихи Вирним, которые сберегли свою виру И кажется, в тей нетяжкий час Нелегкое время сьогодні Сберегти свою виру Мы можем пойти куда-то иначе Пойти туда, пойти туда И кажется, можно или не можно Задают вопрос Часто можно пойти Но стоит вопрос Чи мы сбережемо свою виру Написано Ходи сообщества Портять добрые нравы И через то мы можем потирать И не сберегти свою виру Но Писание говорит Я поступал, что в последнее время Будут тяжкие часы Люди будут там перечислиться Какие люди будут Но в том всему нам нужно Вирующим людям Люди, которые познали Иисуса Христа Приняли Его Поверили в Него Остается еще Сберегти свою виру До пришествия нашего Иисуса Христа Я читаю таке місце Мы уже не раз Можем вы чули Это Где говорится Битие 8 глава 1 стишок Такие слова И исповнив Бог Оное Отакий стишок Я прочитал Половину полистича И исповнив Бог Оное Кто такий был Ной? Ной написано Человек был Ной праведный Вот живи Життя Нойя Ной был Человек праведный И Непорочный В роде Своем Ной ходил Перед Господом Отакие слова Слово было Сказано Про Нойя Один стишок И все его Життя было Сказано В цьому стишку Ной Життя Нойе Вот таке Ной был Человек Праведный И непорочный И дальше Что? В роде Своем Он ходил Перед Господом Он не ходил перед людьми, он не ходил перед друзьями, перед семьей, но и ходил перед Господом. Он был праведный, он Бога боялся. Я думаю, что он от злого втекал, как своего часа, за иншого, можно написано, за Йова. Я думаю, но и так же был. И одного раза Бог видел развращение этого первого народа, этого света. Люди начали отходить от Господа. Но Бог видел, что жизнь, но и оно отличается. У него есть сердце, какая-то вера. У него есть упование на Господа. И Бог не хотел погубить Ноя разом с теми людьми, которые были того часу. И Бог говорит, что строит ковчег, потому что ты видишь, что этот народ, я его истреблю потопом. Но для твоей семьи будет спасение, когда ты построишь ковчег. Строит ковчег. И кажется, он мог бы сказать, Господи, я не знаю, как строить, как мне делать. Но Господь говорит, что я тебе даю свои размеры, но я тебе даю свои указки, я тебе даю весь план. Ото по этому плану строю будешь иметь спасение. И мы часто, брати и сестры, живучи на этой земле, говорим, что невозможно спасаться. Сегодня свет вот такой невозможно. Там пойдешь, там будет. Как поступить, не знаю. Но Господь, тебе и мне сегодня дает слово Господне, как для меня я дал свои размеры ковчега. Хочешь иметь спасение? Спасение есть. О, эти размеры есть. Они есть в Писании в Божьем Слове. Когда ты читаешь Писание, тут есть размеры, тут есть указки. И ты через Писание приобретаешь веру и получаешь спасение. Без Иисуса Христа без спасения не можно найти. Только через Иисуса Христа. Не по своих делах, не по своей праведности. Бо наша праведность, как запачкана, где же Писание говорит, что через Иисуса Христа, праведника, мы спасаемся. Слава нашему Господу. И эта вера, которая у нас порождается в нашем сердце, она возрастает через Иисуса. Во Иисусе Христе. И мы получаем благословение. Хай Господь поможет нам, чтобы мы смотрим на слово Господне. Поступаем по слову Господне по этих размерам. И будет благословение, будет нашему життям вера возрастать. И правильно будем поступать. И живучи по слову Господнему, мы берем свою веру до приходу нашего Иисуса Христа. Другого приходу на землю. Писание одного раза, это записано в притч, как я уже так не повнюю, только своими словами скажу. Написано так, что не передвигайте межи, которые поставили, а эти ваши. Такое есть писание в притч, как написано. Багато таких 8-10 мест, по лобею, про таке написано. И мы часто люди, даже верующие люди, спираемся в определенные отрезки нашего життя. И мы можем сказать, Господи, а как дальше, я не знаю. И мы переступаем, переступаем, отвергаем эти межи, отвергаем эти межи. Господи, а я правильно, и отвергаем. Но Писание говорит, что не передвигайте межи, которые поставили, отцы ваши. Если бы Ной строил ковчег не по размерам Божьего слова, там что-то дольше, там что-то короче, там что-то неправильно, там не осмолил. Я думаю, что он не получил бы спасение. Я думаю, что он не построил бы ковчег, который Господь ему сказал. Но когда он строил его по размерам, когда он строил его по тому плану, который Господь дал, он получил спасение. И оно все же уйдло. И когда мы, брати и сестры, живем для Господа в чистоте и святости, поступаем по Слову Господнему, приобретаем спасение через веру нашего Иисуса Христа. И когда, может, наши батьки учили писание так учить, что мы так и поступали, не надо передвигать межи. Не надо поступать что-то по-инашему. Сегодня все дозволено, кажется, все можно. И через это все дозволено, наша вера может быть несбережена. Мы можем потерять нашу веру. И много уже потеряли веру, потеряли спасение, ушли, может, куда-то, как и Димас, полюбили нынешний век. Чему? Потому что жили не по Писанию, жили не по Слову Господню. Но хай Господь поможе нашему житті зберегти свою веру. И когда мы збережем свою веру, то Господь придет за нами, за Церковью Своей. И Он про нас не забудется. Он не забылся про Ноя, Он не забылся про Лота. И Он не забылся про нас, брати и сестры. Одного часу разу был человек, написано уже в Новом Заповедине. Я не буду читать, но, напоминаю, в Деяннях написано 10 глава. И с первого стежка, это говорится за Корниллія, мужа Божия, который, кажется, неверующая людина была, живет по-своему, работает по-своему. Но одно разу Господь згадал на него, на его життя. Чому он згадал? Потому что он, написано Корниллі, сказал, четверо дня я опустился до прошлого часа. И в девятом часу молился в своем доме. И вот стал передо мною муж светлой одежды. Корниллі, свидетельство и сам за себе. Что я не просто молился, я не просто робил милостей. Я не просто еще что-то робил дома своим. А я был в посте, я был в молитве, я искал Господа. И не верующая людина, кажется, дела хорошие, милостей хорошие, все хорошее. Кажется, спасение приобрел. И часто люди думают, ой, я добрый, я непоганого, ничто не сделал. Я делаю какие-то милостыни, я помогаю людям. Я ходу, может, в церкву, я еще что-то роблю хорошее. И хіба я поганый, Господь хіба меня погубит. Но написано, Корниллі точно такий самый был, как все люди могут защищаться. Я добрый человек, я ничего поганого не делаю. Я доброе все делаю. Но Корниллі спасения не имел. Хотя имел эти все добрые дела, он спасения не имел. И когда он постился и молился, шукал Господа, Бог в единстве посылает Ангела и говорит, Корниллі, ты добрый все делаешь. Но послит туда, до Петра. И хай Петро прийде и скажет тебе слово, и спасайся ты и дом твой. Браты и сестры, спасение приходит через Иисуса Христа. Он как раз имел надежду и веру. И когда Петер пришел, свидетельствует Божье слово. Он, Корниллі, он получает веру. В него уже вера какая-то была, он получает веру в Иисуса Христа. Бог Хрест, який отдыхал Святим. И мы видим, как дальше делается. Но дальше, мы так знаем, когда дальше мы поверим в Иисуса, дела наши, они следствуют дальше, как, ну, до спасения. Нам не надо переставати робить добрые дела, дальше продолжать. Это идет для всех, чтобы спасение. Хай поможет нам в жизни своя, мы постарались и жили для Иисуса Христа. Жили свято, правильно жили, чтобы сберегли свою веру. Так апостол Павел каже, я свой биг закинчив, и веру сберег, и наостанк мне готовится венок праведности. Но он говорит, что не только мне, а всем тем, кто любил прихида нашего Господа Иисуса Христа. Если ты и я будем шукать Господа, ту веру, которую мы получили, может быть, от родителей, послушали слово Господне, мы поверили в Иисуса Христа, мы ее приняли, мы живем в твоей вере, и эту веру нашу надо же сберегать до самого конца. Писание говорит, что будь верным до смерти, и я дам тебе венец життя. Хай поможем в цьому Господь, чему мы не останавливаемся, ни на шаг, ни на жад, ни на вправо, ни на ліво, не отходим від Господа, но эту веру сберегли до конца. И Господь нас благословит в цьому, и заберет до себя. Он говорит, что я прийду вас, и заберу до себя, чтобы где я был и вы. Хай Господь в цьому поможет. Давайте прикольно наши колена, и помолимся Господу. Аминь. Скажем, слава Богу, братья и сестры. Я думаю, что мы напитаны Словом Божьим. И я думаю, после воскресного дня, я думаю, что у каждой из вас, я думаю, благословенное настроение. Хотя у меня вчера было очень много искушений всяких, потому что я так думаю, что у нас в церкви было все хорошо. Слава Богу. И я хочу сегодня еще прочитать наставление. Я не буду читать, но есть мне несколько слов к вам. Поэтому смотрите, что здесь написано. Я так думаю, что мы должны, братья и сестры, молиться в это время, чтобы нам вымолить дух молитвы, дух молитвы, который дается от Господа. Это, знаете, такой дух, когда человеку через каждый час, через каждые два часа, или он едет в машине, ему хочется молиться, ему хочется сказать слава Богу, ему хочется прибыть с Господом, потому что с ним ему хорошо. Это можно молиться на их языках, это можно молиться о своих нуждах, это можно молиться о церкви, но этот дух не просто так иметь. Этот дух нужно просить у Господа, чтобы тебе дал Господь такой дух. Почему это нужно? Я прочитаю Луки, 11 глава, я прочитаю несколько стихов. Когда-то Христа укорали сильно в этой главе, что не знал беса, который был в нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили, он изгоняет бесу в силу Везелевула, князя бесовского, а другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет». Если же сатана разделился сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Везелевула, сгоняю бесов. И если я силою Везелевула, сгоняю бесов, то сыновья ваши, чьё и сила изгоняет их, поэтому они вам будут судьями. Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас царство Божие. И дальше, 21 стих, я просто прочитал отрывок, чтобы вы поняли, о чём здесь пишется. «Когда сильный с оружием охраняет дом свой, тогда в безопасности его имения. Когда же сильный его нападёт на него и победит его, тогда возьмёт всё оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное в него. Кто не с умною, тот против меня, кто не собирает, тот расточает». Если же мы не научимся молиться и будем допускать лень в наших домах и в наших семьях, если мужья, хозяева, не станут на защиту своих домов, то я хочу вам сказать, что нас будет ожидать такая трудность. Я перед воскресеньем видел такое ночное видение, видел о том, что со стороны, может быть, оно для меня здесь толкуется, но я видел со стороны юга надвигается очень сильная тёмная туча, и она вот-вот-вот пойдёт дождь. Но если бы этим закончилось, то я подумал бы, ну, туча как туча. Но Господь показал мне мои колена, что мои колена, они находятся в таком положении, как колено плиточника, когда он работает без всякой защиты на плитке, ползает день на, знаете, на поплитке. Какие будут колена? Я хочу вам сказать, что у нас идут времена трудные. Пророки не умолкают говорить, пророческие послания идут. О том, что идут времена ещё труднейшие, это только начало, что уже оно не будет так, как было. Но мы должны научиться молиться. Каждый отвечает за свой дом. Если у тебя муж слабый в молитве, значит, ты должна стать сильной в молитве. Если же двоих слабый в молитве, просите дух молитвы от Господа, чтобы он пришёл, чтобы вам не тяжело, не ленились молиться, но Дух Божий, чтобы пламенел, чтобы ваш дом, ваши дома, ваши дети, они были под защитой. Это тот самоконтроль Божий, который должен войти в ваши семьи, в ваши дома. Я вас прошу об этом, потому, что я молюсь, я стараюсь, как могу, насколько Господь не позволяет, но каждый из вас должен молиться за свой дом. Сильно, прилежно, помните, когда народ прилежно молился за Петра, то, что ослабили узы Петра, не могла удержать тюрьма его. Если мы будем молиться за наших детей, никто от нас их не может забрать, никто их не может научить ничему другому, никто их не может заставить. Я помню, был однажды у Мормона в доме, и удивительно пригласил на ужин, и мы пришли, я и Дима, кажется, был казак, и мы пришли, и я думал, что он помолится за Петру, в доме своем, но рядом сидел его сынок, и он сказал, сынок, ты молись за Петру, ты помолись за Петру. Знаете, мы считаем это как бы, ну, религия, которая мы можем допускать, что она с уклонением, но представьте себе, что учат детей молиться, где ваши дети должны уметь молиться, вы должны уметь молиться, в доме вашем должен гореть жертвенник, потому что время приближается трудное, написано в благоприятное время, что воззови ко мне, и в день скорби я тебя защищу. Вот такое мое вам наставление, такое слово, пусть Господь укрепит, чтобы ваши жертвенники, они горели по домам и семьям. А также, сейчас мы помолимся за нужды, но я... Субтитры создавал DimaTorzok,